Ксюнь, шо за поза? Ребятоньки, добрый день, доброе утро, добрый вечер, доброй ночью, кого шоу, раз-два вас приветствовать в нашем красном канале. Сегодня, не знаю, что будет, но начнем мы с того, что будем отправлять посылочку нашему кентулику Олегу. Олегу. Небольшую гражданскую посылку. Мечики, мольки, креветки, анубис, ампулярии, криптокорина, рогу, лисник. Это мы уже поймали. А кстати, где он? Вау, а он же тут стоит приличненько. Ну как приличненько? Минут может 10, но вроде бы с ним все в порядке. Вроде бы с ним все в порядке. Пытался подергать его. Поняли? Нет, оторвутся корни. Надо сейчас нам это все на лоточек высыпать аккуратненько и в пакетичек положить. Давайте глянем, что у нас с этими. Ребят, пропала крышка от ведра. Санечек вдруг подарил нам два ведра прекрасных. И одна крышка пропала. Они что, мы их накрыли. Рыбок немного, я даже аэрацию не ставил. Сколько им тут надо на ночь? Вон мечечки. Мечулиной. И мольки. Чуть-чуть накакали, но моим водичку свеженькую подольем. И будет все в порядке. Так, коробка, ребят, у нас коробка на балконе осталась от Сереги. Ребят, помните Серегу, что привозил нам купюшек, было длинное у нас видео. Пропал без вести, дружок. Пропал без вести, ребят. Вот такая правда жизни у нас и такая серьезная ситуация. Вот тебе и пожалуйста, молодой пацан, 20 с чем-то лет. Все, пропал без вести. Во, идеал. Крышечка, не помню, есть, нету. Наверное, есть. Все, упакуемся сюда. Один пакет с рыбками. Креветочки. Ох, как видно хорошо. Креветочки, растения. Все нормально будет. Притрамбуем, заскочуем и будет хорошо. Да? Начинаем. Поехали. Продолжение следует... Ребят, ну что, вам понравилось, как я быстро бегаю? Туда-сюда, туда-сюда, туда-сюда. Как метеор, короче, носился. Вот. Так что сейчас будем еще продолжать. Надо еще запаковывать это все. Смотрите. Я не знаю, нет у меня маленького пакетика. А большой, ну... Да не то, что жалко, но куда там такой здоровый. Короче, в баночке. Я думаю, будет все в порядке. Креветки, эта штучка, чтобы они там плавали. И баночка. Вроде как, я помню еще, когда на разводе не работал, там приезжал прошаренный к нам чувак, оптовик. И он креветкам всегда подкидывал немного Артемии. Поняли? Вот. Может подкинуть, а может вода испортится. Я вот не знаю, зачем он это делал. Короче, не будем, на всякий случай. С голоду не помрут. Все, ребят, сейчас опять включаю этот... Как это? Режим метеора и буду, короче, запаковать. Погнали. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Ребят, видели, как я быстро могу шук-шук-шук-шук-шук-шук-шук-шук и летишит? Да, шо, поковал, блин, там час, наверное. А видос на 17 секунд. Поэтому я вам сейчас добавлю видосик, который должен был выйти пред-пред. Короче, два видео назад про компрессор на батареечках. Олег, спасибо тебе большое. Вы его, пожалуйста, посмотрите. А перед тем, как посмотрите, обращение к добрым и хорошим людям. Вы у нас все в основном такие, но за некоторым исключением начали появляться. Короче, ребят, хейтером на зло. Короче, если есть возможность, особенно жгучее, прям такое неимоверное желание помочь нам финансово, ссылочки на карточку будут в описании. Это для Украины. А для всех остальных стран мы пока что ничего не сделали. Вот, скоро сделаем. Но вы можете стать спонсором на Ютьюбе, поняли? Я оставлю ссылку, я не знаю, как там что. В общем, там спонсорам надо что-то давать, обещать. В общем, я пока вам ничего не могу не дать, не пообещать. Но если очень хочется задонатить из другой какой-то страны, то можете стать спонсором. Там есть какая-то градация, поняли? Там есть самый, можете самое маленькое выбрать. Вот. Так что, вот такие дела. Все, ребятки, я погнал валять собакой, а вы еще немного посмотрите. На меня. Люблю, обнимаю. Пока. Ребятки, всем привет. Сто лет не виделись. Ну, как виделись на вот этих алкостримах. Надо с ними завязывать, блин, уже здоровье не позволять. Надо же видос хоть какой-то сделать. Ребят, прислал нам Олег посылочку. Небольшую. Олежкин, привет, и спасибо. Вот. С компрессором на батарейку. У меня ни разу такого не было. Когда мы ездили с Васей, помните, у Васи был видос на птичий рынок, там торговали. Вот такой у нас, по-моему, был. Пацанчик брал тогда. Вот, смотрите. Сейчас покажу. Оп. Но нету батареек, поняли? Вот. Их, наверное, можно купить. Смотрите. Он говорит, я тебе пришлю провод. То есть это видео, скорее всего, вопрос, поняли? Видео, вопрос. Вот. Повербанк, слава богам, есть. Два провода. Он, говорит, подключал. Я тыкаю-мейкаю, и ни хрена не получается. Прочитал здесь на инструкции. Кстати, кто не знаком с устройством, компрессор на батарейках, я сам первый раз его в руках держу. Ну, такая коробочка. Просто коробочка. Раз-два. Тут две батареечки. И моторчик. Так, там же у нас сделано в обычных компрессорах, как на этом, на электромагнитах за счет этого. Вот. А здесь вот так моторчик. Вот, смотрите. Я начал же считать, что оно к чему и вообще как. Так, хорошо видно. Но главное, понятно. Короче. Полтора вольта надо. Вот две батарейки, я такой, они, короче, параллельно, да? Полтора вольта, 5 ватт. А здесь на этой фигне, я читаю, 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 здесь полтора нет, тут вообще тут есть и 5, и 9, и 12, видите, 9, 5. Короче. Но если бы сильно много было, он бы, наверное, мотал, ну, короче, я не знаю, с этим ничего не получилось. Достал я одну батареечку с этого, с фонаря, че это, это аккумулятор. Вытащил эти жилетки, видите, потому что он туда не влазит. Хотелось бы, чтобы вам что-то было видно, но, наверное, ничего не получится. Сейчас, ребят. Услышьте это. Смотрите. Дубасит, друг. Смотрите. Короче, вот. Сильно, да? Сильно, короче, он лупит. Вот. Я просто так обрадовался, что можно на этот самый, от пауэрбанка, потому что батарейки, ну, такое себе дело, правильно? Купил, попользовался, сколько там часов? Покупай новый. А они, видать, же, наверное, не дешевые. Там две таких толстеньких надо, походу, дело. Вот. Короче, если кто знает, как примастерить пауэрбанк вот этой штуки, может, кто-то так уже делал. Вот. Но Лех что-то мне там рассказывал через какой-то еще, поняли, если будет сильно мощно. А, говорит, лампочку или диодик поставишь, блин, где я ее возьму, братаник? Не знаю пока. Вот. Так что эта штука есть. Покупим батарейки. Но я вам скажу, что не сильно так уж она, по-моему, и дубасит. Поняли, не сильно мощно. Я засовывал же эту штуку, подключил же уже все. Ну, как, все. Распылительчик. Ну, в общем, слабовато, слабовато. Ну, я думаю, для Артемии пошло бы. Короче, ну, вот такое устройство, оказывается, не сильно сложное. Ну, ладно, купим батарейки, посмотрим, сколько часов он отработает на батарейках. Короче, ребят, вопрос к умным ребятам. Как мне от этой дуры подключить вот это вот? Поняли? Что для этого надо делать? Потому что сильно мощный, ну, может, какая-то защита стоит, ну, я не знаю. Или он не чувствует, поняли, что сильно слабое потребление. Короче, я не понимаю, в чем проблема. Ну, проблема есть. Ладно, ребят, помните, недавно мы этих жучков вылавливали, видите? Ну, там 10 или сколько-то. Это я им уже Артемии насыпал, надо подмену им сделать. Не знаю, куда посадить. Вот, они у меня просто в ведре стояли. Вот там. Им там видно холодно. Я засовывал сюда, тут обогреватель же есть. Вот. Им здесь должно быть получше. И пропустил я, ребят. Пропустил. Смотрите, у нас тут кто появился. Где они? Вон, малыши, видите? О-о-о-о. О, два, три, четыре. Видите? Ааа. Ого, и сколько. Вон, 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 смотрите, видите? Вон малые. Вон еще два малых. Вот видите, тут аквариум пока никого нет. И вот это батя. Батя, видать, кого-то обработал. Ну, мы что-то этот момент как-то не этот самый. Не увидели. Так что, ребятки, Серега продавал нам трубки. И еще один крутой дядька вообще подарил. Вот это сработало. Не знаю, чья, но сработало. А что теперь с мальками-то делать? Им же тут хапчика явно не будет доставаться. Будут затягившие, да, у нас? Так, давайте посмотрим, где у нас еще они есть. Вот тут. Смотрите, так и должно быть. Говорят, сыпь, промартемье много. Сыпь, 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 сыпь. Ну, вот я сыплю. И вот это какахи от них получается. Вот это они столько жрут. Не, ну, улитки им помогают, ясное дело. Короче, вот. И здесь у нас есть. Ребята, вроде бы, вроде бы начали плодиться, да, они у нас? Но теперь мы не знаем, что с ними делать дальше. То у нас там раз в год, грубо говоря, самочка приносила этих малючков. Ну, как-то получалось. А сейчас что-то я не пойму, что делать с ними. Как их поднимать, блин? В большой аквариум они не будут расти. Надо в маленький, но постоянно менять воду, получается, или как? Короче, вот такое вот задание у нас. А еще, смотрите, что, ребята, из-за того, что холодно, я так понимаю, из-за того, что холодно. Видите, вон, белая на рыбке. Хорошая рыбка рожала нам мальков. И вот рядом с ней такой же, ну, этот вообще уже все. Все, приговоренный. Чем лечить? У меня только есть ФМЦ и больше ничего. Давайте есть у нас нерестовиков дофига. Отсадим ее, короче. Ну, чтобы спасти. Ну, как это так, блин? Ну, этому гусю уже ничего не поможет. Его бы, конечно, отсюда убрать. Потому что это фига та. Я не знаю, заразная она или нет. Но, тьфу-тьфу-тьфу. Эти вроде бы ничего. Вот так, смотрите. Они повылазили, он опять одни самцы. Ты видишь, с этих самок опять самцы. Нахрена столько нам самцов. Посмотри. Посмотри. И этот, зараза, тоже самцом будет. Ты понял? Я думал, самка будет жирная. Не, ни хрена. И вот самец. И, главное, хорошо, так бы, типа красноглазый. Может, кого-то обзарядил. Но, говорят, те, которые из самок переродились, они уже не могут работать с этими. Короче, такие дела. Все хорошо, одни расстройства. Так, что у нас там еще есть интересного? Так, ребят, в эту пятницу мы стрим пропустили, потому что что-то после тех алтостримов вообще не хотелось. Ночных. Вот. Но мы будем. Мы будем. Нам один очень классный дяденька, парень, выслал этот штатив. Посмотрим, как там шо. И будем, может, уже, знаете, как-то более-менее, вот, и потрезвее, и чтоб вот это там стояло как-то, но все покуратнее. Ой, блин, вот видите, вот эту малышку, короче, треногу эту прицепил. Цепляется, короче, херобором. Вот, ребзики. И еще же у нас вот этот проблемный аквариум, скажем так. Тут из хорошего, из полезного, только вот этот один типок, когда-никогда работает. Вот, все. Остальное просто плавает. Надо этих малых, которые затянуты на продажу. Вот смотри, какой флаговый. Хорошенький, но с него ж толку не будет. Это чисто его продавать, походу. Вот. Зеленый, зараза, перепрыгнул отсюда, и чистых у нас уже не будет. Да какие чистые, блин? Вообще их Серега покупал. Бля, Серега пропал. Вот это хреновые дела. Серега покупал вообще. Они должны были все быть, как они называются, уже забыл. Типа санты. Ну, посмотрите, один выжил, и то какой-то калич. Так что вот так. Вот этот надо срочно, как там говорят, редизайн. Но нам это редизайн не надо. Нам просто надо все растения достать. Посмотреть, что там за рыбки. Вот. И каких-то оставить, а каких-то на продажу. Угу. Все, ребятухи, блин. Думал, сейчас компрессор, а теперь с ним я не знаю. Ну, сейчас Олегу напишу. Может, он подскажет, что там с лампочкой, как там все делать. Вот. Потому что на батарейках, ну, невыгодная тема вообще. Вот. Но сегодня выходной, и нам свет не отключали. Спасибо. Так, ребятки. Ну, для конца это еще маловато. Так что сейчас еще что-нибудь придумаем полезного сделать. Полезного. И всем вообще будет полезного. Всем очень понравится. Панель. Ребят, Олег, который нам прислал компрессор, говорит, я тебе еще вышлю этих червяков. Вечно забываю, как они называются. Ну, я же достаю компрессор, думаю, какая-то ж баночка будет такого же размера. Ну, думаю, что он такой... А он, Олег, нам как выслал. Смотри. Но. Земля уже была сухая, ребят. Вот. Я пару капель с аквариума капнул. И смотрите, вот здесь уже, если будет видно, на стеночке, видите, уже появляются. Кто помнит, как называются эти червяки, пишите, пожалуйста. Вот. Олежан, спасибо тебе, конечно, большое. Что мне делать теперь дальше, скажи? Как... Куда мне их? Блин, прислал бы хоть немного побольше этой штуки, вот этого субстрата. Как я его, где я сейчас его возьму, блин? Я не знаю, ребят. Ну, ладно, будем пока в этой баночке разводить. Завтра будем кормить малёчков уже. Всё, ребяти. Спасибо большое, что после наших великолепных стримов вы ещё остаётесь с нами. Ну, я думаю, всё наладится. Когда-то. Когда-то должно всё уже стать хорошо. Всё, ребятки, ой, стараемся, конечно, не грустить, да, держаться. Вот это мне вы там держитесь. Спасибо за шоу, за воздух. Всё, люблю, обнимаю. Увидимся в следующей серии. Пока!